Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Черкесске ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 5, днем 3-5 градусов тепла. Черногория прошло первенство Европы по кикбоксингу среди юношей. Наш земляк 16-летний Никита Меркулов завоевал серебряную медаль. С кем юный боец вышел в полуфинал, а затем и в финал? Как и где шла подготовка к этим соревнованиям, а также о своем тренере и о будущей профессии? В эти минуты в нашей студии Никита расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Никита. Доброе утро. Ты сегодня у нас в гостях первый раз и сразу такой большой успех. Конечно, я тебя от души хочу поздравить с таким успехом, как вот эта серебряная медаль на первенстве Европы среди юношей по кикбоксингу. Все прошло в Черногории, если я не ошибаюсь. Мне хочется узнать у тебя подробности вот этих соревнований. С кем ты вышел в полуфинал? Я знаю, потом ты вышел в финал, там немножечко не получилось. Ну как все прошло для тебя? Соревнования проходили в Черногории, в городе Подгорица. В первом бою я боксировал с соперником из Польши. Прошел его спокойно, без особых проблем. В бою за выход в полуфинал я боксировал с соперником из Хорватии. Бой очень был сложный, болидольный, заставил всех понервничать. Но вырвал победу. И в полуфинальном бою, благодаря плану тренера, спокойно разбрал соперника из Болгарии. И в финальном бою немного не хватило для победы над соперником из России. Ну, я думаю, в следующий раз будет золотая медаль. А с кем ты поехал на эти соревнования, кроме тренера? Без тренера. Со сборной России. А как проходила подготовка к этим соревнованиям? Ну, так как я заболел коронавирусом, пришлось прервать подготовку и потом догонять все это в ускоренном темпе. Сначала первые две недели провели тренировки здесь, в городе у нас, с моим тренером. Было три тренировки в день. И далее уже неделю я уехал в Подмосковье на сборы со сборной России. И вот оттуда уже вылетели мы в Черногории, на первенство Европы. Никита, я, конечно, хочу спросить вот про вот этот вид спорта, кикбоксинг. Он, наверное, не так популярен, как, допустим, ММА сейчас у нас. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, что это за вид спорта, чем он тебе нравится. Ну, кикбоксинг – это спортивное единоборство, объединяющее бокс и удары ногами. Он зародился в 70-х годах. У порога зарождения кикбоксинга стоял Чек Норрис. А, вот этот известный актер. Да. А скажи, вот чем тебе нравится этот вид спорта и какие качества он тебе прививает? Мне кикбоксинг нравится зрелищностью, соревновательным духом, динамичностью боев. Кикбоксинг мне привил дисциплину, ответственность. Конечно, к такому большому успеху ты пришел вместе со своим тренером Мурат Талипов. Твой тренер. Мне бы хотелось, чтобы ты о вашей совместной работе рассказал. Какой у тебя тренер? С Муратом я уже всю свою спортивную карьеру, уже 10 лет. Мурат очень добрый, отзывчивый. Он не просто тренер, он спортивный наставник. Он помогает нашим ребятам в тренировке, и в том числе и мне, идти к нашей спортивной цели. А как ты вообще пришел в этот вид спорта? Почему ты его выбрал изначально? Или ты каким-то другим видом спорта занимался вначале? Ну, я, когда был маленьким, я ходил туда, куда мне папа отдаст. У меня дало на гимнастику, потом на кикбоксинг. Я просто ходил, куда мне папа отдавал. А потом уже, когда я начал выигрывать крупные соревнования, мне нравилось выигрывать. Я понял, что я могу соревноваться на высоком уровне. И тогда я уже начал осознанно, серьезно заниматься кикбоксингом. Ты очень серьезный парень. Это хорошо видно. Я думаю, что это не первые такие у тебя важные соревнования. Вообще в твоей спортивной карьере, вот помимо этих соревнований, первенства Европы, что-то значимое было? Или это самые важные соревнования в твоей спортивной карьере? Ну, значимые были соревнования. Например, СКФО в Дагестане, первенство России было перед первенством Европы. Но первенство Европы – это были самые важные соревнования, первый опыт в международном. А какие у тебя были места? На первенстве России я занял бронзу. Ну, тоже большой успех. Сейчас ты, если я не ошибаюсь, в 10 классе учишься. Ты как-то уже определяешься с будущей профессией? Да, я хочу уйти в большой спорт, там сделать себе карьеру, и после завершения карьеры работать тренером. А куда ты собираешься поехать? Ну, этого пока еще не решил. Ну, это будет спортивный вуз? Да. А у тебя есть какие-то, ну, не хочется говорить слово «кумиры», вот кто тебе нравится в этом виде спорта? Честно, нету. Ты идешь своей дорогой? Да, господи. Хотелось бы узнать, когда у тебя следующие соревнования, к каким соревнованиям вы готовитесь? Ну, ближайшим обозримым будущим. Пока у меня отдых недельный после первенства Европы, а уже в следующем году будем готовиться к первенству СКФО, потом дали уже к первенству России, чтобы отобраться на первенство мира. Мне остается пожелать тебе всяческих успехов, новых побед. Спасибо. И верю в то, что у тебя все получится. Спасибо тебе. Спасибо. Высоко-высоко в горах. Над рекой Тиберда возвышается архитектурное сокровище X века – Синтинский храм. Он возведен в 965 году на территории Карачева-Черкесии. Многие туристы не проезжают мимо исторического объекта, поднимаются к храму и делают интересные фото на память. Сегодня в рубрике «Наше наследие» Шерифат Лепшокова расскажет подробнее о нем. Синтинский храм Синтинский храм расположен в одном из живописнейших мест республики. Окруженный лесистыми горами и чистейшей рекой, он сразу же притягивает внимание. Личайший память николандской архитектуры относительно неплохо сохранился. Эти каменные стены помнят торжественное открытие в 965 году. Тогда новый храм почтили своим вниманием сановные византийские чиновники. До сих пор остается загадкой, как им зимой удалось преодолеть столь непростой путь через горные перевалы. Синтинский храм расположен здесь. На высоком утесе горного хребта можно по праву назвать одним из знаковых в республике. Расположенный на пути каравана Великого Шелкового пути, он являлся своего рода и проводником политических и экономических интересов древних Алан. 1965 год, в принципе, знаменателен и тем, что в это время пал Хазарский Каганат, правители которого препятствовали распространению христианства в Алании. И после падения Хазарского Каганата христианство начинает распространяться, конечно, более интенсивно в Аландском государстве, которое с этого момента фактически становится самостоятельным и самостоятельным игроком, в том числе на внешнеполитической арене. Интерес Византии к Алании рос. Начинается масштабное храмовое строительство, в том числе Синтинского храма, получившего свое название благодаря расположенному внизу одноименному аулу, где и спустя тысячелетия проживают потомки Алан. Нижнюю Тиберду по сей день в Карачае называют Сынты. Примечательна и гора, где расположен храм. Еще в конце XIX века учеными там были найдены пещеры с древними погребениями. А через сто лет на этой же горе была обнаружена уникальная находка – каменный ящик с серебряными украшениями, датируемые V веком. Это вдвойне удивительно, потому что задолго до ученых здесь побывали черные копатели, и многое было разграблено еще в период нашествия Тамерлана. Археологам все же удалось найти более ста драгоценных находок. Сохранились в храме и уникальные фрески с библейскими сюжетами. Изображения с трудом просматриваются, но все же их можно разглядеть. Примечателен и расположенный рядом небольшой мавсалей, аналога которому нет на Северном Кавказе. Здесь по традиции хоронили влиятельных сановников. Сохранился и уникальный колодец с водостоком для дождевой воды. Советскими учеными было обнаружено и помещение, где гасили известь и замешивали раствор для строительства храма. После входа в храм с правой стороны, допустим, там было обнаружено захоронение женщины в довольно богато украшенном гробу. В смысле, ну, разграблено оно было довольно давно, до обнаружения. Ну и, в принципе, да, конечно, сейчас сам храм, он, в общем-то, находится в, можно сказать, довольно плачевном состоянии в плане своей архитектуры. Но, с другой стороны, с исторической точки зрения, он представляет большую ценность тем, что он, по крайней мере, из всех, повторяюсь, более-менее сохранившихся пяти средневековых храмов, находится, ну, в более, наиболее приближенном к оригиналу состоянии. В XIX веке храмы его окрестности пережили еще один исторический виток. Царское правительство стремилось ассимилировать коренные народы Кавказа. Появлялись идеи, что было бы неплохо, если горцы вернутся к религии своих предков. И многие храмы, отчасти при поддержке государства, становились действующими. Так на территории памятника аландской культуры возник женский монастырь, действовавший вплоть до первых революционных лет. Позже на его месте расположился интернат. Какое-то время была база учительского института. Сейчас же это уникальное место, доступно всем, кто хочет прикоснуться к древней истории Кавказа и насладиться необычайной природой. Шерифат Лепшукова, Рашид Туков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Рыбалка хороша в любое время года. Наш корреспондент и в то же время заядлый рыбак Сергей Бугаев в постоянной рубрике «Охота на рыбалку» расскажет об этом удивительном увлечении и поделится секретами рыбной ловли. Ловля рыбы – одно из древнейших занятий человечества. В нашей стране с ее разнообразием акваторий и видов рыб любительское рыболовство – самый популярный и массовый вид активного отдыха. Ежегодно рыболовы съезжаются в одно место, чтобы отметить День рыбака. А на рассвете следующего дня принять участие в турнире, определить сильнейших и отметить самых маленьких, обеих их славой и наградить призами. В Карачаевой Черкесии в этом году Черкесское городское общество охотников и рыболовов, возглавляемое Анатолием Медведевым, отмечает День рыбака на Кубанском водохранилище. И, как всегда, все начинается у костра. Над озером костер дымится, огонь, как гребень петуха, в большой посудине томится благословенная уха. Возле котла всегда оживлено. Здесь соединяются два самых любимых для рыбака запаха – ухи и костра. Мед на берегу лучшего места, где можно вспомнить о прошедших рыбалках, ближних и дальних, обсудить новые знакомства и планы на будущее. А главное – похвастаться уловами, которые особенно запомнились. В такие праздники всегда ушицы на всех хватает, потому что не дает остыть и отвечает за ее качество уже много лет один и тот же человек – самый опытный уховар, егерь Зураб. Дымок от костра лихостелится, обволакивая все вокруг. И листва от ветра шевелится, тихонтанцы березок под рук. В котелке уха бурно пенится, запах просто сводит с ума. Ведь в лесу не зря очень ценится свежесваренная уха. А в конце добавлены пряности – перец, лук и лавровый лист. Сколько вкуса в ухе и радости. Съели все, котелок уже чист. Сытой к уме только песни на уме. Кому-то не втерпешь порезвиться. Некоторым важнее обсудить планы и тактику на утро. А других интересует, когда начнется музыкальная часть вечера. В честь нашего Дня Рыбака, когда мы всегда приезжаем сюда и встречаем его, песня наша любимая Вилли Токарева «Я увлекаюсь спортивной рыбалкой». Прошу аплодисменты, аплодисменты. Для самых преданных любителей рыбалки – День Рыбака, как для остальных, празднование Нового Года. 23.59. С праздником! Ранним утром следующего дня солнце осветило окрестности. Ветер на Кубанском водохранилище немного стих, но все равно разгонял волны в сторону берега с кое-где заметными белыми гребешками. Это мало радовало всех, особенно организаторов соревнований, потому что могло перевести к срыву проведение турнира по плану. Волны сделали воду у берега еще более модной. Было принято решение за счет брать уловы самых смелых, не обращающих внимания на непогоду. Счет открыт. Глядя на везунчиков, и молодежь подтянулась. Не терпится узнать, с каким настроением – боевым или нет. Глядя на везунчиков, как зовут? Глядя на везунчик. Ловить будешь дальше? Будешь? Надеюсь, все равно пойдем Дальше тебе Ловите Привет Как сегодня штаны? Хорошая команда Не ловить Осталось только поймать Ну я на самом деле как-то Активистичные все Все расстроились, разбежались Грязная вода, волна не устраивает На сравнении с прошлым годом А ну может не посреди с прошлым годом Да Ну пока удачи нету Пока нет Ну все равно посидим, подождем Ну правильно Правильно Настоящий рыбанский город Ну ладно, удачи Поздравиться Ветер, а с ним и волны Понемногу успокаивались И рыбаков становилось все больше и больше Поцелуй на удачу Поцелуй на удачу А шло как настоящая Ха-хаха Ну он решила какidan Подлесик. Да? Подлесик С главное поцеловал уже после эбак Studios Сюда сейчас чуть-чуть еще надо сходить за прикормкой. Вот он же хочет сразу, чтобы один раз рыбы много поднял. Шитолинца знакомые. Закинул кет в небо, в море. Бабка заказала мне нам стиральную машину. Стиральную машину? Измутилось тогда море? Да, рыбка сделала, е-мое, стиральную машину. Человечек прям красненький, да? Да. Видно тебе его? Видно, хорошенький такой, алый, яркий. Да уж сырцом он копали, вон, как паска. Сработать должен, правильно? Да. Ну, по идее, если плюнуть еще, знаешь, с этим, спиртовым этим запахом. Ха-ха-ха-ха. Так, хо, я попрю. Ха-ха-ха-ха. Я думаю, должен. Не секрет, частым гостем в садках является карась. Интересно, что о нем думают рыбаки. Ну, что, ловишь, если поймал, то поймал, то поймал, да? Да. Это создано можно так. Поймал и поцеловал. С праздником! Ура! С праздником! С праздником! С праздником! Как у вас сегодня рыбалка? Пока с утра не будет. Волна мешает? Честно говоря, да. Иногда грязная, вообще грязная, да? Грязная. А там уточнее было? Да. Сегодня штуки четыре края. Уже по было? Раз. Один карась. И три подлища. Вау! 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 Ловить интересно. Сопротивляется она, когда его вытаскиваешь, активно сопротивляется, особенно для крупных коронок. Ну, с гастрономической точки з而 на тоже неплохая рыба, довольно вкусная, если ее правильно приготовить. Вот, существует способ избавиться от каких-то мелких костей в нем. Это посечь ее поперек. Да. И в масле они, как бы, не вернете año после мелких Очень хорошая рыба, в принципе, я считаю. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздничком у вас. Спасибо, воин. Как у вас настроение? Отличное настроение. Погода не пугает? Нет, не пугает. Погода отлично, хорошая. Погода не пугает? Грязная вода? Не спорю. Погода чего-то? Да, поймал сегодня плохих подлещиков. В принципе, не так, что помело чуть не ведет, но надеюсь, все. Выплыл на берег призер прошлых лет. Не очень-то сегодня стремились выйти на неспокойную воду любители ловить рыбу с лодки. Евгений рискнул. А кто рискует, тот пьет шампанское. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...